Из беседы святителя Иоанна Затовустова То, что вчера мы читали о Священном Писании Для чего дано нам Священное Писание И как важно нам изучать его То есть, Ильдий говорил, святитель говорит, что Священное Писание, оно бы и не нужно нам На бумаге Оно должно быть написано, говорит, на наших сердцах Духом Святым Но так как мы живем в мире Так что и часто уклоняемся от этого То поэтому-то и нам и оставили, говорит, Священное Писание Которое начертано на пергаменте было, на бумаге сегодня Вот Где и переводил о том, что Евангелистов четыре Но Евангелие Ученики, которые были со Христом Только были двое А двое были уже ученики учеников И писали, говорит, в разное время В разных местах Но писали так, что как будто бы они Сговаривались и дополняли друг друга Один писал о земной жизни больше Иисуса Христа Иоанн писал больше о божественном Уже сразу начинается Евангелие от Матфея родословно А у Евангелия от Иоанна Вначале было Слово И Слово было Бог И далее все ведет И когда такие изображения Каждому евангелисту То Иоанна Богослова Изображение Орел И вот далее мы говорим О Священном Писании Нового Завета Где писал каждый из евангелистов Этим вопросом заниматься Нам нет особенной нужды Но что они не противоречили друг другу Это мы постараемся доказать Во всем нашем толковании Если ты обвиняешь их в разногласии То делаешь не что иное Как заставляешь их говорить Одними и теми же словами Употреблять один и тот же способ выражения Я не говорю уже о том Что и многие Извеличающихся знанием Риторики и философии Написав много книг Об одних и тех же предметах Не только разногласили Но и противоречили друг другу Иное дело разногласить Другое дело противоречить Даже вот сегодня мы Все здесь были Все казалось бы Слышали одно и то же А вот кто-нибудь стоял бы там И каждый выходящий спрашивал Ну что у вас было в храме Что такое было И вероятно всего Многие бы говорили совсем другое Однему запомнилось одно Другое другое Третьему Третье Кто на что больше обратил внимание Казалось бы разногласия Но нет Просто один другого дополнил Но вот о чем охотно спросил бы я Как заслужили веру Разногласные писания Как они одержали победу Как могли заслужить удивление Веру и славу по всей вселенной Люди противоречащие один другому Свидетелями их проповеди Были многие Многие при том были Врагами и противниками Написав Евангелие Они не скрыли их В одном уголке вселенной А распространяли их Всюду На суше и море И слух всех Как и теперь Они читаемы были И в присутствии врагов И ничего не сказанного В них никого не соблазняло И вполне естественно Потому что все во всех Производила и совершала Божественная сила Иначе каким образом Мытарь, рыбарь Не ученые Могли бы так мудрствовать Чего некогда Языческие мудрецы Не могли и во сне представить О том они Проповедуют с великой уверенностью Убедить только при жизни Но и по смерти Ни двум Ни двадцати человекам Ни сотням Ни тысячам Ни десяткам тысяч А целым городам Племенам Народам Суши и морю Греции и странам Варварским Земле обитаемой И пустыни Возвещая учения Много превышающие Наше естество А сами в земное Они говорят Только о небесном Предлагают нам Другую жизнь И новый образ жизни Иное богатство И иную бедность Иную свободу Иное рабство Иную жизнь И смерть Иной мир Иной устав жизни Все иное И ты не можешь сказать Что учение этих Ребарей Было для всех Удобо приемлемо Потому что оно Маловажно и низко Нет Оно даже гораздо Возвышенное учение Философов А девцы Например Даже об имени таком Те не могли И во сне подумать Равно как Ни о нестяжательности Ни о постении О какой другой Высшей добродетели Между тем Наши учителя Не только похоть Искореняют Не только действия Преступные Подвергают наказание Но осуждают И бесстыдный взгляд И оскорбительные слова И непристойный смех И одежду И поступ И крик Простирая строгость Даже до самого Малейшего По всей вселенной Они насадили Семена Девства О Боге И вещах небесных Они внушают Такое понятие Какие никогда Никому из философов Никогда Не могли на ум прийти И однако Такое высокое учение Апостолов Было принято И заслужило Заслужило веру Процветает Доселье И возрастает С каждым днем А учение философов Отжило Погибло Исчезло Легче паутины Вот почему Кроме бесстыдства Оно представляет Много темного И трудного Для уразумения Что может быть Смешнее Например Того учения В котором философ Например Тысячи слов На то Чтобы показать Что такое справедливость Все еще старается Разъяснить Этот вопрос В длинной И крайне неясной Речи Если бы он Указал Что-нибудь И полезное То для жизни Человеческой И это Осталось бы Совершенно Беспользуем В самом деле Если бы Земледелец Или Воятель Или плотник Или корчий Или другой Кто-нибудь Питающийся Трудами рук своих Вздумал Отстать От своего Занятия И честных Трудов Чтобы Потратить Многие годы На изучение Того Что такое Справедливость То прежде чем Узнать это Он ради Этой самой Справедливости Изнурил бы себя Постоянным Голодом И погиб бы Окончил бы Жизнь свою Насильственной Смертью Так и не научившись Ничему полезному А еще Учение А наше Учение Не таково В кратких И ясных Словах Христос Научил нас В чем состоит И справедливое И честное И полезное И всякое Вообще Добродетель Сегодняшнее Евангельское Поискование За литургией Было 16 глава Евангелия От Луки Это Богачей Лазарь Часто спрашивают А что там Есть там жизнь Или нет Где Есть рай Или нет Рая Сегодняшняя Философ Современная Это даже Выводит Такое Что Вечных Мучений Быть не может Не может Быть Потому что Бог Есть любовь А если Любит То как же Это на вечное Мучение Это Этого Не может Быть Но вот Мы Слышали Господь Говорит Прямо Вникайте Говорит В учение Занимайтесь Сим Постоянно И поступай Так Себя Спасете И слушающих Вас Ну как Сегодня По другому Эту плитчу Разъясните Что нет Где он Находясь Там Будучи В муках Говорит Просит Лазаря Чтобы он Только Перстом Ему Помазал Губы Уста Не напоил Сказал бы Чтобы напоил Нет Хотя бы Обмочил И просто Мокрым пальцем По губам Провел Но нет Говорит Нельзя этого Нет перехода Ни от вас К нам Ни от нас К вам Ибо Великая пропасть Утверждена Между нами И вами Аминь Аминь